В Белоруссии продолжается противостояние между Паштетом и Кушнером. После того, как Паштет выступил перед братвой и отменил все последние решения своего противника, Кушнеров отправился в Турцию, к тогда еще живому Лоту Голи в поисках поддержки. Салифов решил вмешаться в дела своего ставленника и вызвал Паштета на телефонный разговор. В ходе телефонного разговора выяснилось, что у авторитетов разные позиции по многим вопросам. Лоту Голи предложил встретиться в Турции втроем вместе с Кушнером и обсудить взаимные претензии. Однако Паштет отказался выезжать из Белоруссии, сославшись на установленный над ним административный надзор и на нежелание сидеть за одним столом с Кушнером. В настоящее время после убийства Салифова Кушнеров лишился какой-либо поддержки и теперь у Паштета более крепкие позиции. При этом у него явные проблемы со взаимопониманием с белорусской братвой. Возможно, сейчас ему безопаснее было бы находиться в Турции. Тем временем Паштет продолжает укреплять свои позиции. В настоящее время он объявил, что все воровские деньги будут направляться на грех в тюрьму и себе из них ничего он брать не будет. Это только усиливает уважение к нему со стороны криминального сообщества. Добавим к этому нападки на Кушнера со стороны известного ютуб-блогера, который вор в законе почему-то никак не пресекает. Придет ли Кушнеров под защиту нами Касалифова? Сейчас это очень большой вопрос, поскольку задача у брата Лоту Гули состоит непростая. Сохранение империи, а по ней в свою очередь нанесен очень серьезный удар. Бросить вызов белорусской братве и потерять все это шаг рискованный. Не помочь Кушнерову значит пойти на уступки оппонентам. Продолжение следует...